Всем привет! Меня зовут Маша. Очень рада видеть вас на своем канале. Ярослав у нас тут кашку варит себе на завтрак. Да, Ярослав? Скажи всем привет! Всем привет! Да, ух ты! Ты сам держишь и мешаешь. Умничка! Кашка у нас овсяная с изюмом. Да, и будем... Ярослав сварит и будем кушать, да, вкусную кашку на завтрак. И папа будет тоже кушать, да. А я все мешаю и слежу. Да, я мешаю и слежу за кашкой, да. Чтобы она не убежала. Чтобы она не убежала. Да, ух ты! Да, умничка. Ну что, сварилась там уже кашка-то или нет? Нет еще. Нет еще? А когда будет готово? Ну, утром. Утром? Еще? Еще? И... Еще надо? Еще, надо мешать еще. Еще кидаю. Еще кидаю. А еще половину мимо. Ты кашку варишь, да, Ярослав? Да. Что-то мне кажется, я много изюма намыла. Ну, половину же кидаю. Ну, и вот мой сегодняшний завтрак. У меня та самая овсяная кашка с изюмом. Еще банан порезала. Традиционный утренний капучино. Леша с Ярославом у меня уже позавтракали. Они обычно пораньше с утра завтракают. Потому что я пока какую-нибудь маску сделаю, утреннюю какие-нибудь патчи под глаза. Так похожу, какие-нибудь дела еще поделаю. У нас сегодня выходной, поэтому они там сейчас играют. А я, в общем, буду завтракать в спокойной обстановочке. Так что желаю всем приятного аппетита, кто тоже сейчас кушает. Ну, и приятного просмотра этого блога. Девочки, в общем, я сейчас собралась и иду на лазерную эпиляцию. Впервые буду делать эту процедуру. Давно я, на самом деле, хотела это сделать. И вот, в общем, настал тот день, когда я все-таки иду. Нашла у нас здесь, в железнодорожном, недалеко от моего дома, студию лазерной эпиляции. Нашла их в Инстаграме. Мне понравился их профиль. Очень у них красиво там все оформлено. Такие фотографии. И самое главное, что есть отзывы реальных девочек. Это, конечно, для меня немаловажный фактор, по которому, собственно, я и выбрала их. Также понравилась девушка, с которой я переписывалась. Я ей много уточняющих вопросов задавала. Ну, в общем, я потом запись еще переносила, записалась на один день, потом перенесла. В общем, она очень вежливо, доброжелательно на все отвечала. И быстро. Поэтому такое доверие к ней возникло. В общем, сегодня я иду. Немножечко так волнительно, потому что впервые буду это делать. Надеюсь, что это не очень больно. Но там в отзывах у девочки я смотрела, что, в принципе, должно быть это безболезненно. Вообще, это не единовременная процедура. То есть нужно где-то 5-8 сеансов. То есть такой курс сделать, чтобы был эффект. Хотя, вообще, они там пишут, что как бы даже после первой сеанса уже наступает эффект. Но чтобы избавиться, собственно, от всех волосков, нужно сделать курс. Ну, в общем, посмотрим, как все будет. Хочу вас взять с собой. Надеюсь, мне там разрешат поснимать. И удастся что-то вам показать. Вам, может быть, тоже будет интересно. Кстати, напишите, может, кто-нибудь из вас сделал эту процедуру. Как вам, как у вас впечатления. Я тоже потом поделюсь своими ощущениями. Вообще, что и как. Так что. Музыка 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 Так, на меня надели вот такие вот очки. Это для чего? Для безопасности. Для безопасности. Лазер у нас диодный. Лазер диодный. Так, поднимай тело. А мы сейчас что наносим? Наносим гель. Сейчас будут легкие покалывания и тепло. Чувствуете что-нибудь? Ну, покалывания, но они абсолютно безболезненные. Просто вообще не больно. В общем, сделала я эту процедуру. Уже иду домой. Абсолютно это не больно. Я бы даже сказала, что очень комфортно. Очень приятно. Мастер попалась. Я там вы снимала для вас. В общем, я сейчас иду на улицу. Здесь достаточно шумно. Наверное, приду домой и в спокойной обстановке более детально поделюсь впечатлениями. Ну что, пришла я домой. Еще по дороге в магазин заходила. В общем и целом, процедура оставила после себя приятные впечатления. Это практически безболезненно. Легкое покалывание чувствовалось. И такое тепло. В итоге делала я подмышки. И знаете, эпилятором реально гораздо больнее удалять, чем лазером. Так что посмотрим, какой будет эффект. Теперь мне нужно прийти через месяц. Но мне сказали, что уже после первого сеанса будет эффект. Где-то через неделю мне начнут выпадать волоски. В общем, посмотрим. Сама студия мне очень понравилась. Она небольшая, но такая уютная. Там все в таких пудрово-светлых тонах. Ну, я кусочки вставлю. Я там снимала. Мне разрешили поснимать. И мастер очень приятно все рассказал. Она такая аккуратная, тактичная. Все время спрашивала, комфортно ли мне. В общем, пока что прям хорошие впечатления остались. Я вам ссылку на эту студию оставлю в описании. Насколько я поняла, они есть не только в железнодорожном, но еще в Раменском, Жуковском, еще где-то. В общем, если вам интересно, посмотрите. Так что вот такой у меня опыт произошел. Впервые делала эту лазерную эпиляцию. В общем, посмотрим, как будет дальше. Конечно, не все сразу. То есть это, я как и говорила, не единовременная процедура. А то есть надо делать курс. Но в любом случае было интересно. И это реально совершенно не больно. Так что если вы думаете и боитесь, то бояться во всяком случае нечего. Ну, а там эффект я уже вам буду по ходу рассказывать. Ну, в общем, по дороге еще зашла в Улыбку Радуги. Мне нужна была детская паста для Ярослава. У него уже кончается. Ну, конечно, покупка одной пасты не обошлось. Но я ее все-таки купила. Вот такую вот сплата со вкусом мороженого. Но я часто такую покупаю ему. Она идет для всех возрастов. Ну, то есть с годика и далее. Хорошая паста. И также, что касается зубов и рта, еще вот такой ополаскиватель Colgate Plux. Свежесть чая тоже периодически покупаю. Нравится. И купила вот такую тушь от Maybelline Lash Sensational. Она шла по акции. 297 рублей всего лишь стоила. Так ее обычная цена где-то около 400. Я очень люблю эту тушь. Одна из моих любимых. Она есть в разных упаковках. Ну, имеется в виду вот название одно. Но она бывает в темно-розовой упаковке. Бывает вот в такой вот блестящей. Полностью металлизированной. И вот сейчас такой пудровый розовый. Я так понимаю, это как бы лимитки упаковки. Они выпускают. Ну, просто, знаете, чтобы как-то привлечь покупателей. Но я надеюсь, что содержимое тоже осталось. Она еще по 22 год. Я ее купила в запас. Потому что у меня сейчас в использовании есть. И еще одна в запасе. И вот эта пусть лежит. Потому что за такую цену, ну, действительно, грех не купить, что называется. И вот такую помадку я взяла. У меня тоже есть из этой серии помады. Это люкс визаж. Серия пинап ультрамат. Взяла в оттенке 513 ким. На нее тоже акция. Сейчас что-то вымазалась в помаде, видимо. По-моему, 140 рублей она стоила. В общем, вот такой вот цвет. Как его правильнее-то передать. Ну, вот так вот. Ну, я люблю такой цвет. Цвет нюдовый. Но на губах она почему-то какой-то бледный смотрится. Выбеливает губы как-то непонятно. И формула у нее немножечко другая. Не такая, как у моей предыдущей помады. Сейчас я вам покажу. Я специально ее принесла. Вот. Это у меня оттенок 505 кейт. И вот она намного приятнее. Ну, вот камера неправильно передает свет. У меня здесь сейчас солнце. И плюс вот от этой подушки оттенок неправильно передается. Ну, в общем, вот такой вот. Ну, немножко такой темноватый нюд. Я ее, видите, прям достаточно использовала. Мне она нравится. Такая комфортная, нежная, приятная. На губах достаточно долго держится. Не подчеркивает никакие шелушения. Классная помада. Но вот эта немножечко другая. Как-то я пока не уверена, что она мне нравится. Ну, буду еще тестировать, пользоваться. В общем, посмотрим. Вот сейчас правильный оттенок передается ее. Ну, в общем, такие небольшие покупки были. Оценила сейчас для вас видео с пустыми баночками. У меня тут сейчас такой вообще RS Groom на кровати. Вот. И хочу вам показать свой макияж. Вообще, напишите. Интересно вам, когда я вам так показываю макияж? Я просто у одной девочки видела, она вот так вот показывает свои макияжи. Ну, она каждый день там по-разному красится и показывает. Не знаю, мне так очень нравится, как она делает. И показывает, ну, какие продукты использовала для макияжа. В общем, здесь у меня на глазах вот такой вот классный пигмент с Алиэкспресс Фойера. Вот он такого цвета. Розовое золото. Он прям такой розоватый. Розовато-персиковый с золотистым отливом. Очень красивый. Мне прям очень нравится. Вот так называется Фойера. Вот такой вот. Не знаю, там отлив виден золотой. Очень красиво смотрится. Переливается. Так мне прям нравится. Вот. Ну, наверное, этот влог выйдет попозже, чем пустые баночки. Я решила, ну, во всяком случае, на данный момент, что я постараюсь делать так, что как бы влог будет чередоваться с какими-то такими так называемыми постановочными видео. В общем, посмотрим, как там пойдет. Ну, и хотелось бы где-то два раза в неделю выпускать видео, если получится. Ну, там посмотрим. В общем, такие дела. Идем сейчас с Ярославом из садика. У нас сегодня вообще потрясающая погода. Смотрите, какой там красивый закат. А вот Ярославчик кто-то идет. По тротуарчику. Вот. Даже не верится, что передают, что будет снег. Не хотелось бы, конечно, что еще минусовая будет и снег. Вот. Смотрите, какой там закат красивый. Вот, здесь большая такая территория в садике. Короче, идем домой. Мама, мама. Мама, что за дупая мама? Что ты хочешь? Дупая. Что ты хочешь? Дупая. А на котельку. На котельку? Да, на котельку. На одну конфетку? Да. Ничего себе, куда я вот. Да, тоже садится. Такую, на котельку тоже садится. Такую конфетку, чтобы что? Садится. А, поняла. Конфетку, потом покажу. Сегодня у нас будет такой вкусный ужин. Вот такими потрясающими пиццами. Мы все время покупаем в одной и той же пиццерии. Называется она Гризли Пицца. Она находится в Раменском. Ну, как бы нам не совсем там удобно. Но у меня муж, когда в тренировки едет, он заезжает и покупает. Там владелица, это наш знакомый. И поэтому мы уверены в качестве пиццы и в продуктах. И вообще, что она потрясающе вкусная. И сделана действительно на совесть. И все очень качественно. Поэтому очень вкусные пиццы. Я оставлю вам Инстаграм. Если интересно, кто-то там рядом может живет. Действительно, от души прям вот советую. Это не реклама сейчас. Все покупаем сами. Просто именно рекомендация от души. Вот это вот 4 сыра. А это царский пир. Посмотрите, какая вообще супер. Ням-ням. Так что вот такой у нас будет вкусный ужин. И приятного нам аппетита. Вот у нас самый главный ценитель пиццы. Да, Ярослав? Вкусно? Угу. Очень вкусно? Да. Это с чем у тебя пицца? Сыром. Сыром? Мам, это то? Ммм, вкусненько, да? Девочки, мы только что вернулись в прогулки. У нас там так кажется солнечно. И я прям такая думаю, ой, там, наверное, такая теплота. Так хорошо у нас сегодня выпал снег опять. Вот так вот у нас на улице. Но в итоге просто я так замерзла вообще. Просто мы гуляли минут 40. Не, ну чуть побольше. Ну, около час, там, может, 50 минут, там, 45-50 минут. Блин, капец вообще. Он так замерзнет. Смотрите, какие у щеки красные у Ярослава. И как раз хотела вам показать. В общем, накрасилась я сегодня вот этой вот помадкой от Люкс Визажа. Вот эта вот 513 новая моя. Вот так вот она выглядит на губах. В общем, в итоге ни по цвету, ни по ощущениям она не очень мне понравилась. Какая-то она суховатая. И цвет все-таки, ну, вот вы сами видите, он какой-то бледно, не знаю, даже какой-то. Ну, в общем, не особо мне понравилась. Явно она не станет моей любимой. В отличие вот от той, который, какой цвет, я вам там говорила, 505-й вроде бы. То вот прям вообще я обожаю. Это, казалось бы, да, одна фирма, одна серия. Ну, вот в зависимости от оттенка отличается и само качество. Поэтому, в общем, вот так вот бывает. Ой, в общем, ладно, пойду я согреваться горячим чаем. Что-то реально замерзла. Хотя по градусам там где-то минус 3 показывает. Но по ощущениям реально минус 10 где-то. Так что вроде бы уже настроилась на весну. А тут такое. Но вроде на следующей неделе опять. Опять плюс, опять солнце. Ну, хотя сегодня тоже солнечно, но солнце явно не греет. Вот. Ну, и на этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Ну, и скоро с вами увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok